В Симферополе продолжается реконструкция парка Шевченко. Здесь уже появились новые детские площадки. Благоустройством за свой счет занимается строительная компания, построившая многоэтажку в парковой зоне. Подробности в сюжете. В одном из старейших парков Симферополя, парке имени Шевченко, кипит работа. Здесь проводят освещение, кладут плитку на центральном входе. Дорожки заасфальтировали только по периметру. Внутри парка их просто посыпали песком. В парке открыли новую детскую площадку. Я увидела, что и детские площадки появились новые, для детей хорошо тут. Вообще хорошо тут отдыхать, тихо, спокойно. Я очень рада, что парк становится у нас парком, а не мусорной ямой. Вот что могу сказать. Детскую площадку сделали очень хорошую, удачную для таких малышей. Стали красивее делать дорожки, подрезали деревья, почистили все в парке. Сделали детскую площадку, очень приятно здесь ходить. Мы вот ходим, отдыхаем тут утром с детками, рядом церковь, ходим в церковь. Дуже красивый парк. Спасибо руководству за то, что обратили внимание на наш парк. Для подростков специальная площадка со спортивными тренажерами. Ну, я тут подтягиваюсь, тренируюсь. Закончить облагораживание территории подрядчик планирует до конца года. А к марту 2016-го парк полностью оградят. Из парка исчезнут и недостроенные здания. В начале октября Сергей Аксенов распорядился их снести. Но некоторые объекты все-таки останутся. На данный момент уже в парк зашли реконструкторы, которые будут восстанавливать стройку замороженную, большую самую, которая в парке находится. Там будет выставочный центр творчества, искусства. То есть будут проводить выставки художники, ну и всего остального творчества. Реконструкцию парка ведет строительная компания «Владоград» за свой счет. Такое наказание придумал Сергей Аксенов для компании, которая построила многоэтажный дом прямо в парке. На реконструкцию парка планируется потратить 20 миллионов рублей.